Продолжение следует... В своем докладе я буду рассматривать общие вопросы, касаемые изучения вне клеточных визикул, независимо от их происхождения. Лекция будет в основном обобщать какие-то результаты, систематизировать их. Давайте начнем. Как листать? Вот этим. Вперед? Нет. Опять. Сейчас, секунду. Да, вот это хочу. Да что, что такое-то? Заключено. Вот. Извиняемся за техническую заминку с предмета моей лекции. Что, собственно, является микровизикулами? Микровизикулы – это липидные контейнеры с секретируемыми почти всеми типами клетками, которые способны передавать информацию между клетками. Собственно, это и является их функцией передачи информации от одной клетки к другой клетке. Это достаточно древний эволюционный механизм межклеточной коммуникации. Неклеточные визикулы есть как у прокариотических клеток, у растений, дрожжей, грибов. Видимо, он был создан для защиты информации от размывания внешней средой. Мы знаем с вами, что другой механизм выбранной эволюции также является гормон и использование высокоафинных рецепторов. Но там информация передается, и всего лишь, так скажем, единственный сигнал, тогда как внеклеточные визикулы содержат разнообразный груз, включая в себя различные белки. Это могут быть цитокины, химокины, мембранные рецепторы, ферменты, различные регуляторные белки, белки, ацированные с цитоскелетом. Это может быть генетический материал. На сегодняшний день основной фокус исследований сосредоточен на микро-РНК. Могут быть липиды и, собственно, также мембрана визикул содержит различные белки, которые обычно используют как маркеры для выделения внеклеточных визикул. Внеклеточные визикулы – это собирательный термин, который включает как минимум три типа внеклеточных визикул, которые клетки могут образовывать. И они представлены на нижней части слайда. Давайте начнем рассмотрение с экзосом. Это тип внеклеточных визикул, который секретирует, образуется внутри клетки в эндосомальных тельцах. Они выбрасываются из клетки путем экзоцитоза и имеют небольшие размеры от 30-40 нанометров до 150 нанометров. Другой тип внеклеточных визикул образуется за счет отшнурования ацитоплазматической мембраны. Они более крупные. Размер начинается от 100-150 нанометров где-то в среднем до 1 мм. Хочу сразу обратить ваше внимание, что линейные размеры экзосом и эктосом или микровизикул могут пересекаться, что вносит определенные сложности в их разделение. Но об этом мы еще поговорим дальше. И выделяют апоптотические тельца, которые образуются при запуске апоптотической гибели клеток. Они более крупные, где-то в размерах до нескольких миллиметров, 2-3 мм. Если говорить о том, какую информацию могут нести, как они внеклеточные визикулы могут модулировать функции клеток, в каких процессах они могут участвовать, то я перечислю только основные процессы, на которых в сегодняшний день сосредоточено пристальное внимание исследователей. Это клеточная миграция и метастазирование при случае изучения патогенеза опухолевого процесса, участие в апоптотической гибели клеток, метаболическое репрограммирование, регуляция иммунной системы, взаимодействие с микробиомом, регуляция ангиогенеза заживления рам, ран, клеточная пролиферация и выживание, регуляция активности генов, в основном за счет содержащихся в внеклеточных визикулах микро-РНК, клеточная дифференцировка и неоплазия. Откуда возник, скажем, последние 10 лет интерес к внеклеточным визикулам? Скажем, это, наверное, разнонаправленные процессы. С одной стороны, это и достижение регенеративной медицины, где было показано, что, например, как говорил предыдущий докладчик Елена Рюмальдовна, мультипатентные мезонахимальные стромальные клетки могут оказывать регенеративное действие. Было показано, что один из механизмов этого действия происходит через паракринную сигнализацию, через секрецию внеклеточных визикул, которые содержат биологически активные вещества. Другое направление – это изучение патогенетических механизмов различных заболеваний, онкологии или ишемического повреждения мозга, сердца, где было показано, что в результате данных патологий возникает секреция различных внеклеточных визикул, которые могут участвовать в усугублении повреждений клеток, а также в регенерации. То есть такой образуется очень сложный, непростой механизм кросстолкинга, общения клеток между собой. И весь этот интерес отражается в увеличении количества публикаций каждый год, где-то экспонциально. И, соответственно, эта отрасль сейчас активно развивается, и в первую очередь в сторону разработки физико-химических методов выделения внеклеточных визикул. Как я сказал, они имеют достаточно небольшие размеры, в районе от 100 до 1000 нанометров, что усложняет методы их изучения, требует специальных методических подходов. Но вернемся немного к истории открытия внеклеточных визикул. Впервые они были описаны в 20 веке, в 1967 году, Питером Вульфом, когда он изучал тромбоциты и увидел, что вместе с тромбоцитами выделяется так называемый, похоже на клеточный мусор. И что интересно, было описано, что этот тромбоцитарный мусор может вызывать запуск свертывания крови, прокопуляционных процессов. И на сегодняшний день это также активно изучают, потому что было показано, что различные типы внеклеточных визикул могут участвовать в патогенетических процессах свертывания крови, например, при онкологических заболеваниях. В том числе мы показали, что внеклеточные визикулы, экзоцомы, мультипатентных мезонхимальных стромальных клеток тоже могут запускать очень быстро процессы свертывания крови за счет того, что они на своей поверхности несут тканевой фактор и фосфатидил серин. Таким образом, после этого открытия следователи не возвращались к внеклеточным визикулам. И следующие публикации можно отнести к 1983-1985 году, когда было описано формирование мультивизикулярных эндосом и образование внеклеточных визикул. И практически только через 30 лет, начиная, наверное, активно с 2010 года, или чуть раньше, изучение функций внеклеточных визикул, в том числе их регенеративных свойств, или использование в качестве маркеров различных патологических состояний организма, следует отметить, что груз внеклеточных визикул – это не стахастическое попадание каких-либо молекул в внеклеточные визикулы, в экзоцомы. Существуют специальные клеточные комплексы, например, комплекс ESCRT. Есть зависимый путь и независимый путь, который обеспечивает загрузку внеклеточных визикул белками. Есть специальные машинерии, которые производят сортинг и направленный транспорт микро-РНК в экзоцомы. Аналогичные процессы и происходят в биогенезе из загрузки эктоцом. Напомню, это крупные частицы, которые образуются путем отшнуровывания отцитоплазматической мембраны. Здесь может быть задействован также комплекс ESCRT. И липидные рафты также участвуют в формировании эктоцом и сортинга определенных молекул. Хочу отметить также, что в процессе образования эктоцом могут участвовать белки флопазы. Флопазы участвуют в перевертывании липидного слоя. И фосфатидилсирин образуется на поверхности внеклеточных визикул. Это очень часто используют как маркером внеклеточных визикул для их выделения из биологических жидкостей. Здесь можно будет. От того, какие внеклеточные визикулы мы выделяем, как на данной статье представлено, было несколько подходов по выделению внеклеточных визикул на 2000G, 10-100 тысячG. В любом случае, в популяциях были гетерогены. Да, сразу хочу отметить, что я в процессе своей лекции буду приводить какие-то ключевые знаковые публикации. И если кому-то интересно, я рекомендую их почитать, потому что на сегодняшний день публикаций очень много. Но есть те публикации, с которых все начиналось, и где достаточно подробно изложены какие-то основы. Что интересно в данной работе, также было показано, что внеклеточные визикулы, экзосомы, выделенные методом ультрацентрифюгирования при 100G, содержали. Три основных маркера, такие как тетраспанины, это белкин, которые содержатся на поверхности внеклеточных визикул, и они используются наиболее часто в качестве маркеров внеклеточных визикул для их характеризации. Это подтверждение, что мы выделили именно внеклеточные визикулы, это CD9, CD81, CD63, практически во всех статьях, которые используются в внеклеточные визикулы. Обычно эти маркеры используются для подтверждения именно, что были выделены препараты внеклеточных визикул. А, скажем, для эктосомы, которых выделяли при 10000G, CD81 отсутствовал. То есть, несмотря на то, что существует гетерогенность по размеру, также может быть и гетерогенность по присутствующим маркерам на внеклеточных визикулах. Также хочу сказать о терминологии. Опять же, что внеклеточные визикулы – это такой собирательный общий термин. Этим термином было предложено бы называть все микрочастицы, продуцируемые клеткой, если в ходе эксперимента не удалось определить их точное происхождение. Как я говорил уже, внеклеточные визикулы, эктосомы, экзосомы могут пересекаться по линейным размерам, по массе. И поэтому иногда достаточно сложно бывает выделить чистые препараты, эктосомы или экзосомы. Мы можем говорить преимущественно о преобладании одного или другого типа частиц. Поэтому иногда используются собирательный термин, как внеклеточные визикулы, не уточняя, какие имеются конкретно частицы. И, наверное, самым таким критичным методом в изучении внеклеточных визикул являются методы получения внеклеточных визикул. Я рекомендую представленный обзор, где достаточно подробно и доходчиво описаны эти методы. Визикулы наиболее часто используемы, и, наверное, можно сказать, пока он еще является золотым стандартом, является дифференциальное ультрацентрифугирование, которое позволяет получать внеклеточные визикул. Но при достаточно большом объеме, но при выборе метода выделения внеклеточных визикул, мы в первую очередь должны исходить из целеполагания. Для каких целей мы будем получать внеклеточные визикулы. Например, может быть, две цели. Это изучение терапевтических свойств внеклеточных визикул, когда нам их нужно выделить много, чтобы провести физиологические эксперименты на животных. Или мы хотим провести клеточные эксперименты или изучить содержимое внеклеточных визикул. Тогда нам нужно совершенно другое количество визикул, и здесь будет также определяться качеством выделения и содержания других примесей, как там липопротеины или другие белки. Поэтому я также буду акцентировать свое внимание на преимуществах одного или другого метода. Но прежде чем перейду, хотел обратить ваше внимание на наиболее, наверное, важную публикацию, я не побоюсь даже такого слова, как Библия для исследователей внеклеточных визикул. Визикул – это руководство, называется оно МИСЕФ-2018, которое опубликовало общество, международное общество исследования визикул в журнале Journal of Vesicles. Этот журнал, опять же, относится к этому обществу, является их домашним журналом. И здесь крайне подробно рассматриваются все определения, что является внеклеточная визикул, методы выделения внеклеточных визикул, преимущества, недостатки. И главное, наверное, большая часть публикации посвящена маркерам внеклеточных визикул. Какие должны быть маркеры, чтобы подтвердить, что это клеточные визикулы, как я сказал, уже наиболее распространенным маркером являются белки тетраспанина CD9, CD81, CD63. Но в данном руководстве говорится, что это недостаточно, нужно смотреть различные функциональные белки, цитоплазматические белки, белки, например, каких-то органелл, которые не могут попасть во внеклеточную визикулу. Это будет являться отрицательным подходом, анализом внеклеточных визикул. Я на этом не буду подробно останавливаться, поскольку это является большим объемным вопросом, требующим отдельного рассмотрения. И перейду уже к методам выделения внеклеточных визикул. Начнем мы с дифференциального и градиентного ультрацентрифугирования. Как я сказал уже, метод дифференциального ультрацентрифугирования наиболее является распространенным, поскольку он с одной стороны простой. Используется несколько этапов центрифугирования для отделения частиц различных размеров. Это, например, от 300 до 200G до 2000G, когда мы можем исключить из биологического образца апоптотические тела. Далее используется этап центрифугирования с использованием 5-10G для удаления крупных внеклеточных визикул, таких как эктосом или удаление, или наоборот получение эктосом. И следующий этап центрифугирования, уже нужна ультрацентрифуга при 100 000G, позволяет нам получить экзосомы с самой маленькой частицы. Какие недостатки этого метода? Главным, наверное, недостатком можно отметить, что помимо экзосом выделяются и другие примеси. Это липопротеины и белки. Например, в нашем исследовании нам нужно было выделить внеклеточные визикулы из плотентных мезонхимальных стромальных клеток. Один раунд центрифугирования при 100 000G давал нам очень большую примеси белков сыворотки, фитальной сыворотки, которая использовалась для культивирования клеток. И на аспектометрическом анализе мы не могли проводить анализ, собственно, потому что мешали мажорные белки и сыворотки. Повторное ультра центрифугирование при респендировании клетчатых визиков в большом объеме жидкости позволяло нам избавиться от белков. Таким образом, также можно в этом методе достичь определенной частоты. Но также следует отметить, что, наверное, еще одним недостатком является большая стоимость ультра центрифуги. Несколько лет назад она стоила 5 миллионов рублей, сейчас, я думаю, дороже, плюс постоянно требуется центрифуженные стаканы, которые могут портиться в процессе получения. Но еще другим существенным значимым достатком, преимуществом этого метода является, что можно получать визикулы, выделять из большого объема биологического материала, будь, опять же, это кондиционерная среда, в которых мы культивировали клетки или какие-то сыворотка или моча, поскольку можно купить такой ротор, который позволяет использовать стаканы до 40 миллилитров, и таким образом за раз можно где-то центрифугировать 400 миллилитров, например, какой-то биологической жидкости. И также хотел отметить, если мы работаем с клеточными культурами, которые практически все требуют использования фитальной бычьей сыворотки, то нам нужно избавляться от внеклеточных визикул в фитальной бычьей сыворотке, и мы используем такой же аналогичный метод центрифугирования, осаждаем все частицы, присутствующие в сыворотке, и это удобно делать, опять же, с помощью ультрацентрифугирования. Немного модифицированный метод, когда применяется центрифугирование в градиенте плотности, например, в градиенте плотности сахарозы, который получает практически чистую фракцию требуемых внеклеточных визикул, но здесь является недостатком то, что это очень время затратный метод, и невозможно получить большой объем внеклеточных визикул, то есть объем центрифужного стакана практически всегда полностью занят градиентом, и, соответственно, мы можем налить только небольшое количество среды, из которой мы будем выделять внеклеточные визикулы. И хотел порекомендовать статью, кому придется заниматься выделением внеклеточных визикул методом дифференциального центрифугирования, наших коллег, которые описали теоретически основы получения внеклеточных визикул с помощью дифференциального центрифугирования. Здесь приводятся расчеты в этой статье, и специально создан онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитать параметры центрифугирования, продолжительность центрифугирования для получения внеклеточных визикул определенного размера, то есть здесь можно рассчитать, так называемый, cut-off получения внеклеточных визикул, которые также учитывают плотность, вязкость среды, какой тип ротора мы используем. Следующий метод, который позволяет получить определенную фракцию внеклеточных визикул, является гельфортиционная хроматография. Гельфортиционная хроматография использует колонку, наполненную определенным носителем, используют разные носители для разделения частиц на основе их размера. Данный метод позволяет выделять нам внеклеточные визикулы, скажем, определенных размеров, но здесь есть существенный недостаток, что в результате выделения мы получаем множество фракций, содержащие внеклеточных визикул, вот я привел как пример из одной публикации, в которых требуется, во-первых, идентификация нужной нам фракции, для этого обычно используют ДОТ-плоты по каким-либо маркерам, и внеклеточные визикулы получаются не сконцентрированные, то есть они, если нам нужно работать с клеточными культурами, возможно, придется их дополнительно концентрировать, опять же, используя, например, ультрацентрифугирование. Метод ультрафильтрации достаточно простой, когда используются специальные пробирки, обычно используются коммерческие какие-либо продукты, когда в пробирки встроена мембрана с определенными размерами пор, сверху наливается жидкость, биологическое содержание внеклеточных визикул, и выделение с помощью этого метода зависит только от размера или молекулярной массы внеклеточных визикул. Могут быть выделены различные внеклеточные визикулы по размерам в зависимости от размера пор. Ультрафильтрация происходит достаточно быстро по сравнению с ультрацентрифугированием и не требует дорогостоящего оборудования, то есть мы можем использовать обычную лабораторную центрифугу. Но к недостаткам этого метода можно отнести, что неклеточные визикулы и другие частицы, размер которых превышает размер форфильтры, такие как белковые агрегаты или липопротеиды, также могут выделяться с неклеточными визикулами, то есть мы не всегда получаем чистый продукт неклеточных визикул. Есть модификация этого метода. Данный подход был опубликован в этом году в журнале International Journal of Vizicles с коллегами из Сколково, который предлагает асимметричную глубинную фильтрацию. Это достаточно интересный метод, который позволяет получить крайне очищенную фракцию вне клеточных визикул от посторонних примесей. Метод основан на том, что поток жидкости проходит через фильтр, который имеет различные размеры пор. Наиболее мелкие примеси проходят через фильтр насквозь. Вне клеточные визикулы застревают на стенках фильтра в середине части фильтра, тогда как крупные частицы оседают на поверхности фильтра, дальше фильтр переворачивается, здесь многостатийный процесс. В конечном итоге обратным потоком жидкости вне клеточные визикулы вымываются, и ценность данной работы является тем, что коллеги доказали, что они получают очищенные вне клеточные визикулы, экзосомы, всем требования, предъявляемые, месев для выделения вне клеточных визикул соответствуют. И, насколько я знаю, даже данные фильтры являются коммерчески доступными, они стоят относительно недорого, и, на мой взгляд, для каких-то клеточных работ, для изучения содержания вне клеточных, содержания различных биологически активных компонентов, для проведения масс-пектрометрического анализа, профилирования микро-РНК, этот метод выделения, наверное, является предпочтительным на сегодняшний день. За его простоты, и тут требуется только обочина, опять же, лабораторная центрифуга. Метод прецепитации основан на захвате вне клеточных визикул в полимерной сетке, обычно используется полиэтиленгликоль, и в дальнейшем осаждением при низких оборотах центрифуги, тут же, опять же, может быть, использоваться лабораторная центрифуга, и этот метод является также очень популярным в литературе для выделения вне клеточных визикул, поскольку он достаточно прост, можно купить коммерческий набор, например, как ExoQuick Exosome Isolation Kit, он может быть также интегрирован в какие-либо диагностические лаборатории, но, однако, его, наверное, главным недостатком является, что мы получаем всю фракцию вне клеточных визикул, Exosome и Ectosome, то есть данный подход не позволяет нам разделить на отдельные типы вне клеточных визикул, также могут попадать белковые примеси, и остатки частиц полимеров, остающихся в осадке, могут затруднять дальнейший анализ вне клеточных визикул, если мы хотим изучать груз внутри визикулярно-сидержимое. Тогда как иммуно-афинная чистка или метод выделения вне клеточных визикул может нам помочь получить достаточно чистую фракцию вне клеточных визикул, он основан на взаимодействии между белками, находящихся на поверхности вне клеточных визикул, такие как тетра-спанины, с их антителами, которые прикреплены на подложке, и при специфическом взаимодействии антигена с антителом вне клеточные визикулы захватываются, дальше их можно снять с подложки. Иммуно-афинные методы относительно быстрые и простые, совместимые с обычным лабораторным оборудованием, и могут использоваться для диагностики. Тут возможно использование большого объема биологического материала для выделения вне клеточных визикул. В этом подходе могут использоваться магнитные шарики, ковалентно покрытые стрептовидином и другие классические подходы по иммуно-афинной изоляции белков и вне клеточных визикул. Данный метод позволяет нам выделить фракции вне клеточных визикул по какому-либо определенному антигену, например, несущему на своей поверхности. Например, можно использовать для выделения эктасом от определенного типа клеток. Если мы возьмем, например, маркер CD34, то можно выделить вне клеточные визикулы от прогениторных клеток. Но с другой стороны, когда мы выделяем вне клеточные визикулы только по одному антигену, мы очень сильно сужаем наш поиск и возможности изучения вне клеточных визикул. Это может быть оправданно для каких-то диагностических целей, если мы действительно знаем, что данный маркер ассоциирован с каким-то патологическим состоянием, заболеванием, и хотим изучать только вне клеточные визикулы, несущие данный маркер. Но, как я говорил в начале лекции, вне клеточные визикулы являются крайне гетерогенны и не всегда они содержат маркеры на своей поверхности. Поэтому, вылавливая одни вне клеточные визикулы, будут оставаться другие, которым потенциально могут тоже для нас представлять интерес. И, наверное, существенным недостатком является этого метода только цена, поскольку антитела являются недешевыми. И здесь достаточно сложно иногда бывает подобрать хорошее антитела, чтобы была хорошая афинность. Я сейчас перебыл на следующий слайд, где представлен метод такой уже близкий, приближенный к диагностике анти-неклеточных визикул из биологических жидкостей. Это разработка российских авторов. Вот я с ними разговаривал. Они говорят, что им было очень сложно подбирать антитела, которые могли бы в хорошей степени взаимодействовать с неклеточными визикулами. Суть же данного метода состоит в том, что используются магнитные частицы, покрытые антителами к CD9, к тетраспонину. И при взаимодействии с неклеточными визикулами она не, по сути, ассорбируется на этих магнитных частичках. Дальше суспензия наносится на полоску, где также есть антитела, которые взаимодействуют с неклеточными визикулами. И, по сути, здесь магнитные бусы нужны для детекции сигнала, потому что дальше используется магнитометр, пластинка с неклеточными визикулами туда оставляется, и можно коллективно оценивать количество выделенных неклеточных визикул, которые, например, содержались в биологической жидкости. Следующим этапом изучения неклеточных визикул после того, как мы их выделили, обычно является этап характеризации внеоклеточных визикул. Здесь существует несколько подходов. Это методы, направленные на идентификацию одиночных внеоклеточных визикул или методы работы с фракциями внеоклеточных визикул. Одиночные визикулы можно изучать с помощью проточной цитометрии, методом анализа траектории микрочастиц, электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, поскольку, когда мы выделяем неклеточные визикулы, мы их должны охарактеризовать. Здесь мы можем их произвести как подсчет, так и анализ внутриклеточного содержимого. Обычно проводят как один анализ, подсчитывая количество внеоклеточных визикул в биологическом образце, поскольку эта информация может нести важное значение для состояния и функционирования клеток, поскольку при патологических состояниях клетки могут по-разному отвечать, уменьшать или увеличивать секрецию внеоклеточных визикул. И для этих подходов можно использовать проточную цитометрию. Но нам нужно помнить, что и у проточной цитометрии есть пределы детекции, и они обычно находятся детектировать, возможно, начиная от частиц от 200 нанометров в диаметре, поэтому такие частицы, как экзосомы, практически невозможно без дополнительных методов анализировать методом проточной цитометрии, тогда как микровизиклы, экзосомы вполне могут быть проанализированы с методом проточной цитометрии, используя различные антитела, несущие флюорсцентную метку на поверхностные маркеры внеоклеточных визикул. Тогда как для анализа экзосомы используется специальный прибор, очень часто в литературе встречается его аббревиатура NTA, Nanoparticle Tracking Analysis, это метод, позволяющий посчитать внеоклеточные визикулы или другие наночастицы, я о нем сейчас более подробно расскажу. Суть метода заключается, что в специальную камеру помещается раствор, содержащий неклеточные визикулы, и специальный лазерный луч проходит через камеру, где внеоклеточные визикулы отражают лучи света, и, как можно видеть в центре, можно, собирая свет объективом микроскопа, можно видеть частицы рассеивающий свет, и дальше все это попадает света на матрицу камеры, и с помощью специального программного обеспечения, достаточно сложного, происходит подсчет как количество внеоклеточных визикул, так их линейный, а вернее, правильно говорить, гидродинамический размер. Этот специальный прибор разработала фирма Марлен, и он является тоже недешевым в свое время, несколько лет назад он стоил 5 миллионов, и он только может подсчитывать количество и давать линейные размеры внеоклеточных визикул. Вот, как пример, мы анализировали внеоклеточные визикулы фолликулярной жидкости, предварительно выделенные методом ультрацентрифугирования, можно видеть диаграмму распределения внеоклеточных визикул, что их размер начинался от 20-30 нанометров, наибольшая популяция визикул имела диаметр 100 нанометров, и хочу отметить, один недостаток этого метода является его высокая точность и неизбирательность, поскольку в растворе помимо внеоклеточных визикул могут быть и другие частицы, например, как частицы пластика, липопротеиды, которые этот прибор также учитывает в своем анализе, мы не можем говорить о специфичности, поэтому здесь обязательно нужно использовать контрольные эксперименты, когда анализируется только, например, но это применимо только для изучения культуральной среды, мы должны использовать культуральную среду, которую не добавляли к клеткам, то есть контрольную культуральную среду, и должны ее сравнивать с кондиционерной культуральной средой, и можно будет увидеть, что даже в обычной культуральной среде содержится большое количество примесей наночастиц, где-то в 10,8-10,5 степени на миллилитр, поэтому данный метод дает не абсолютное количество внеоклеточных визикул, здесь очень много учитывается примесей, и это, наверное, является основным достатком данного подхода, но, с другой стороны, если мы сравниваем, например, какие-то стандартные биологические образцы постоянно, например, плазму крови пациента, то между собой, то эти относительные значения могут быть достаточно ценными для нас. Но неоклеточные визиклы можно рассмотреть с помощью криоэлектронной микроскопии, которая позволяет нам определить их форму, размеры и одновременно посчитать количество внеклеточных визикул. Здесь мы уже можем различить внеклеточные визикулы от примесей, поэтому этот метод является достаточно четким и воспроизводимым. На данном слайде представлены микрофотографии, которые мы получили совместно с сотрудниками Курчатовского института Константином Плохих. С левой стороны представлены микрофотографии эктосомы крупных частиц. Мы можем видеть, что тут средний диаметр был 300-500 нанометров, а справа видно экзосомы, которые имеют очень интересную форму. Можно видеть, что здесь много пузырьков находятся как матрешки друг в друге. Есть предположение, что метод дифференциального центрофилогирования может давать артефакты получения внеклеточных визикул, которые не могут учитывать НТА-анализ. Как представлено на диаграмме внизу, мы можем провести количественный подсчет и измерить диаметр и получить фактически такую же диаграмму, как мы получаем с методом НТА. данный метод криоэлектронной трансмиссионной микроскопии может быть усложнен и сделан более информативным. мы будем использовать окраску антителами, с различными диаметрами, например, частицами золота, то мы можем уже определить не только количество внеклеточных физикл, но и маркер, который находится на поверхности данных внеклеточных физикл. на данном примере использовались аннексин-5, который связывается с фосфатидил серийным. Здесь использовались частички золота 4 нанометра. Обратите внимание, очень мелкие крупицы и использовались антитела на CD-41 с частицами золота 10 нанометров. В данной публикации авторы изучали внеклеточные физикулы, полученные от тромбоцитов. И что интересно, они хотели показать, и она показали, и хочу обратить ваше внимание, что только 25% от всех внеклеточных физикул активированных тромбоцитов не несли на себе фосфатидил серина. То есть мы можем видеть верхнюю частицу без фосфатидил серина. И 40% от всех изучаемых внеклеточных физикулов не несли на себе маркер CD-41. Об этом я уже говорил в начале лекции, что когда мы используем иммуно-афинные методы выделения по каким-либо маркерам, то не все внеклеточные физикулы мы можем выделить. И в идеале, конечно, нужно понимать, какая пропорция маркеров имеется на наших внеклеточных физикул. Но это сложно сделать, только, наверное, используя подход к риотрансмиссионной электронной микроскопии. как я также уже говорил о методе анализа эктосом с помощью проточной цитометрии, он может быть модифицирован и использован для изучения экзосом, если мы будем использовать какие-либо бусины, частицы с прикрепленными на них антителами против внеклеточных физикул, или в данном случае использовались бусины с прикрепленных с адсорбиром на них белком ТИМ-4, это рецептор фосфатидил серина, который позволяет нам изолировать, адсорбировать на себе внеклеточные физикулы, несущие фосфатидил серин и применить различные другие антитела для идентификации антигенных детерминант на этих физикул с флюорсцентной меткой. авторы соответственно смотрели наличие CD-63, CD-9, CD-81, но понятуя вот этот слайд, что например не все популяции внеклеточных физикул несут на себе фосфатидил серин, то абсолютность точность этого метода только будет верна для тех физикул, которые соответственно на которых находится фосфатидил серин. также используя метод проточной цитометрии можно использовать для эктосум метод клеточного или сортинга внеклеточных визикул, тот же самый принцип, как и для клеток, внеклеточные визикулы метят определенными антителами с флюорсцентной меткой, и дальше происходит отрицательная или позитивная селекция по маркеру. Для этого нужно очень высокого класса прибора, который позволяет сортировать мелкие внеклеточные визиклы, но однако такой подход имеет место быть. Также может быть использована атомно-силовая микроскопия для детекции внеклеточных визикул. Я думаю, все знают принцип этого метода, но я напомню, используется специальный кантиливер, можно вспомнить граммофонную пластинку, где такой же принцип кантиливер идет по поверхности, где расположены ассорбированные внеклеточные визикулы, описывая их форму, что позволяет с одной стороны видеть поверхность внеклеточных визикул и определять их линейные размеры и подсчитывать количество. В данной работе также параллельно получались криоэлектронные фотографии внеклеточных визикул, и можно видеть, что вполне данный метод применим для подсчета внеклеточных визикул и определения их линейного размера, но требует специализированного прибора и хорошего оператора для выполнения данной задачи, что достаточно имеет ограниченное применение, ввиду того, что таких приборов достаточно мало, и поэтому суммируя, что сказано, на сегодняшний день наиболее популярно использование метода это дифференциального центрифугирования или методов прецепитации, для подсчета внеклеточных визикул используются различные подходы к криоэлектронной микроскопии, и метод NTA, нано-particle трек анализ анализ траектории нано-частиц, и я хотел спросить, у меня еще есть время? 5-10 минут. И хотел перейти тогда к практической части, рассмотреть в каких областях медицины с точки зрения диагностики мы можем использовать внеклеточные визикулы, поскольку внеклеточные визикулы содержатся во всех биологических жидкостях плазмокрови, моча, слюна, цереброспинальная жидкость, то, выделяя из этих биологических жидкостей внеклеточные визикулы, можно анализировать функциональное состояние тканей, которые секретируют туда внеклеточные визикулы. Давайте предположим, что в норме клетки у нас секретируют определенный набор внеклеточных визикул, которые мы можем характеризовать как по количеству внеклеточных визикул, по их линейным размерам, а также по содержимому грузу внеклеточных визикул, проводя различные омиксные анализы. При нарушении гомеостаза может изменяться тип секретируемых внеклеточных визикул, их соотношение, изменятся поверхностные маркеры на внеклеточных визикулы, изменятся содержимого груза, как я показывал в начале лекции, загрузка внеклеточных визикул является таким активным транспортом, и, соответственно, в зависимости от состояния клетки содержимое внеклеточных визикул может меняться. и получаем внеклеточные визикулы, например, из мочи можно характеризовать функциональное состояние почки. Или, скажем, если мы получаем внеклеточные визикулы из цереброспитальной жидкости, мы можем оценить функциональное состояние мозга при острых ишемических патологиях, например, в результате ишемии и реперфузии, а также при хронических нейродегенеративных заболеваниях и к внеклеточным визикулам, так же, как и в онкологии, применимо понятие жидкостная биопсия, которая подразумевает собой метод выделения биологической жидкости, чаще всего это подразумевается кровь, плазма и анализа в ней внеклеточных визикул, и поскольку мы, используя поверхностный маркер, можем идентифицировать происхождение внеклеточных визикул от определенной ткани или клеток, используя поверхностные маркеры, то мы в дальнейшем изолируя эти внеклеточные визикулы и анализируя содержимое внеклеточных визикул, можем более тонко определять функциональное состояние клеток, что с одной стороны нам может помочь в диагностировании или прогнозировании заболевания, производить контроль эффективности терапии. Также отдельным направлением является доставка лекарственных средств, используя внеклеточные визикулы, поскольку предполагается, что на внеклеточных визикулы есть определенные рецепторы, которые могут определять адресы, куда внеклеточные визикулы могут попадать и взаимодействовать с определенными типами клеток. Но данный вопрос еще недостаточно изучен. Это, скажем так, больше теоретические предположения, что внеклеточные визикулы могут адресно взаимодействовать с каким-либо типом клеток. И задача при использовании внеклеточных визикул как маркеров заболевания можно разделить на три этапа. Первый достаточно легкий рутинный это получение биологической жидкости из той области интереса это может быть кровь, которая содержит гетерогенную популяцию внеклеточных визикул от различных клеток. Можем более сузить задачу, получая церрбоспинальную жидкость, слюну или мочу, если мы хотим оценить какие-то конкретные органы, почку или головной мозг. Следующий этап это изоляция внеклеточных визикул. Об этих методах мы уже поговорили. это может быть ультрацентрифугирование, иммунофинная изоляция. И следующий этап это оценка внеклеточных визикул, их характеризация, о которых мы с вами тоже поговорили. Может быть использованы подходы по количеству оценки внеклеточных визикул, их размеров, анализ, анализ содержимого внеклеточных визикул, например, определение белков, протеомный анализ, определение различных микро-РНК, методом профилирования микро-РНК, используем подходы высокоэффективного секвенирования. Также могут проводиться функциональные анализы, поскольку внеклеточные визикул могут содержать тканевой фактор, то мы можем оценить влияние на спракуглиантные свойства этих внеклеточных визикул, активность тканевого фактора. Для этого разработаны специальные диагностические панели. И на примере головного мозга, при острых патологиях головного мозга, независимо от этапа антогенетического развития организма, например, если это даже развивающийся плод, а мы узнаем, есть патологии, которые могут влиять на головной мозг во время развития плода, то возможно произведение диагностического амниоцинтеза забора амниотической жидкости, если это новорожденный ребенок или взрослый, можно отбирать кровь или цереброспинальную жидкость, далее, каким мы выберем методом выделять внеклеточную визику, и дальше в этих внеклеточных визику можно оценивать потенциальные маркеры повреждения головного мозга, ну, например, синапто-1, синапто-физин, нейрональная енолаза. Есть исследования, которые показали, что неклеточные визикулы и содержащиеся на них маркеры, например, CD34, которые в данной работе авторы ассоциировали с нейральными прогениторными клетками, они оценивали эктосомы из плазмы пациентов, перенесшие ишемический инсульт в первые 48 часов, и было показано, что в разы возрастает количество внеклеточных визикул, как в первые 48 часов, так в последующие 7 дней и 90 суток, то есть в данном случае внеклеточные визикулы оказались достаточно хорошим диагностическим маркером, с хорошей специфичностью и точностью, и более того, очень интересное исследование, что они измерили различные внеклеточные визикулы по маркерам, которые они ассоциировали с различным клеточным происхождением, таким как лейкоциты, эритроциты, эндотелиальные клетки, гладкомышечные клетки, используя флюоресцентные антитела к поверхностным рецепторам внеклеточных визикул, и главное, что они показали, что в результате ишемического инсульта в первые несколько суток увеличивается количество внеклеточных визикул, происхождение которых являются клетки крови, гладкомышечные клетки, и таким образом они приходят к выводу, что ишемический инсульт патогенетические механизмы достаточно сложно, они затрагивают не только в частности мозговую ткань, но мы можем видеть межклеточную сигнализацию между различными типами клеток организма, что свидетельствует нам о достаточно сложных процессах, которые мы еще не понимаем, и требуется дальнейшее изучение, какой вклад вносят внеклеточные визикулы лейкоцитов в повреждение регенерации головного мозга эритроцитов, почему в ответ на ишемическое повреждение мы видим всплеск повышения внеклеточных визикул от различных типов клеток. В данном исследовании авторы показали, что микро-РНК внеклеточных визикул, полученных от пациентов с черепно-мозговой травмой, также может являться важным диагностическим маркером, и в частности они выделили МИР-451. Хочу отмечить, что такого рода работ на сегодняшний день достаточно много, когда выделяют внеклеточные визикулы при каких-либо заболеваниях и показывают диагностическую значимость определенных микро-РНК, поскольку микро-РНК является такой достаточно тонкой, настройкой регуляции экспрессии генов и использования нескольких специфических микро-РНК у людей показывают, что они получают очень чувствительные диагностические панели для идентификации заболеваний, для диагностики заболеваний и прогноза их последующего течения. Внеклеточные визикулы могут использоваться не только при острых патологических состояниях головного мозга, также было показано, что при спинальной мышечной атрофии внеклеточные визикулы несущие на себе СМН-белок тоже могут являться диагностическими маркерами. Аналогично было показано при диагностике рассеянного склероза, что изменяется профиль микро-РНК вне клеточных визикул, и при этом у пациентов, находящихся в стадии прогрессирования заболевания или ремиссии заболевания, этот профиль микро-РНК различен, что можно использовать как более точный диагностический метод для определения состояния пациента на данный момент времени идет ли ремиссия заболевания или наоборот начинается прогрессирование заболевания и принимать правильные терапевтические решения. И продолжаю логику того, что при нарушении гомеостаза происходит изменение секретома, появляется вне клеточной визикулы, которые могут видимо нести негативную информацию, вызывать какие-то другие патологические изменения в клетках микроокружения, то возможно в систему привносить внеклеточные визикулы с той информацией, которая может остановить патологический процесс, то есть назовем его с какой-то терапевтической информацией. Например, данные внеклеточные визикулы можно получить от стоголовых или мультипатентка мезонхимальных экстромальных клеток или от здоровых пациентов и таким образом возможно регулировать течение заболевания, направляя его в сторону регенерации. Таким образом использование внеклеточных визикул имеет достаточно много направлений, начиная с фундаментальных исследований и определения механизмов межклеточного взаимодействия с друг другом. Это с дальнейшим трансляцией этих результатов в клиническую практику в качестве диагностических методов и с другой стороны использование внеклеточных визикул как терапевтических агентов. Спасибо всем за внимание. Благодарю. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то такие четкие маркеры, чтобы определить тканевую специфичность микровизикул? И как в таких гетерогенных клеточных популяциях, как МСК, например, можно это, например, было бы использовать? Может быть, скажем, это позволило бы определить долю более комитированных клеток, менее комитированных клеток? Я вижу, что совсем так тонко. На сегодняшний день неизвестны эти маркеры. Я думаю, что, возможно, это можно будет делать, используя не поверхностные маркеры, а анализируя состав вне клеточных визикул, используя омиксные технологии. Например, проведя прольферирование по микро-РНК, мы будем иметь определенный профиль, и, возможно, здесь может нам помочь протеомный анализ, но это когда мы сможем их выделить. А вот сможем ли мы выделить их по поверхностным маркерам, чтобы увидеть степень комментированности, я на сегодняшний день не уверен, потому что, на самом деле, работ, которые показывали бы, изучали специфические маркеры на вне клеточных визиклах, и способность их ассоциировать с каким-либо тканевым или клеточным происхождением, очень мало информации. А есть какие-то данные о... Я понимаю, что в биологических жидкостях они есть, а вот об их биологических эффектах ин вива, вот то, о чем говорила Ольга Сергеевна, что пока в организме не показано, не считают. Да, таких работ много, мы тоже показали, что если получать неклеточные визиклы от мультипатентных мезонхимальных стромальных клеток и вводить их интраназально, почему интраназально, мы избегали системного введения, поскольку невозможно сложно методически получить много внеклеточных визикул, и мы сходили из того, что при интраназальном введении внеклеточные визиклы по перимаскулярам, по переневральным пространствам могут попадать в головной мозг и там оказывать свое терапевтическое действие. Мы использовали две модели черепно-мозговую травму, ионатальную гипоксию и ишемию, и использовали клеточные работы и пришли к выводу, что нейропротекторное действие могло быть реализовано через фосфоэнзитольно-киназный путь. Да, спасибо большое, но я имею в виду, вот в организме показано, как клетки обмениваются этими визикулами, это вообще возможно? Ну, так чисто теоретически. Думаю, что, наверное, возможно, честно сказать, вот мне такие работы не попадались, я посмотрю специально, я бы как бы, вот если бы мне сделал бы задачу, покрасил бы, вот, чем рассказывал Семьянов, нужно использовать двухфотонную микроскопию, клетки, например, поверхностными маркерами, которые красят цитоплазматическую мембрану, PCH26, и дальше наблюдал, потому что образование визикул, достаточно постоянный процесс, я думаю, за несколько часов можно увидеть, как клетка будет образовывать вне клеточного визикул, вот вопрос, куда она дальше пойдет, и с чем она будет сливаться, увидим ли мы в поле зрения этого, я думаю, что такое возможно сделать. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию, было очень интересно, правильно ли я понимаю, что в принципе неклеточные визикулы формируются на основе клеточной мембраны всегда, во всех случаях? Да, в этом сути она защищает. Отлично, тогда следующий вопрос, про загрузку неклеточных визикул, как это происходит в целом, это просто синтетические процессы идут локально в каком-то месте определенном, или, например, неклеточные визикулы могут локализоваться в определенном месте в клетке, что близко к каким-то компартментам условно, или это просто, не знаю, какие-то компоненты могут притаскиваться в это место, чтобы образовывались неклеточные визикулы нужного состава? Нет, там идут специальные синтетические процессы, используется эндоплазматический ретикул, потом формируется мультивизикулярный тельца, это достаточно целенаправленное образование их происходит как я бы это про экзосомы как формируется эктосома это видимо зависит от типа клеток и настройки их как бы машинерий на формирование вне клеточных визикул через отшнуровывание цитоплазматической мембраны вот здесь я более точно вам не скажу понятно так а вот сортинг визикул это клетка как-то сортирует правильно образованные визикулы я правильно поняла ли это что-то другое а сортинг сортинга что я имел ввиду это специальный прибор который используется для сортинга клеток факсов называется где с помощью луча лазером можно определить флирусирующие антитела то есть антитела сметки и дальше с помощью есть специальные пластины с помощью заряда электростатического можно отклонять одну или другую капельку и не рассортируется по пробирочкам понятно вот рецепторы на внеклеточных визикулах они зачем может ли вообще возникать какой-то сигналинг внутри визикулы потому что уже есть другие компоненты которые могут в принципе участвовать в нем может быть он ну рецепторы для того чтобы просто какие-то клетки условных которым предназначаются эти визикулы экспрессируют определенный элегант с помощью которого могут захватываться эти визикулы или например эти рецепторы просто доставляются в какие-то клетки чтобы сделать их компетентными ком-то воздействия я думаю вы правы во всем месте если мы исходим с гипотеза что внеклеточный визикл нужно для межклеточного сообщения то она на поверхности визикл должен быть какой-то адрес чтобы они могли слить взаимодействовать с визикл на самом деле он не связи кла с клеткой здесь может быть несколько механизмов взаимодействия с с клеткой могут быть связываться с рецепторами рецепторы или белки на поверхности внеклеточные визиклы связываться с рецепторами на поверхности клетки могут проникать внутрь клетки и там распадаться выпускать свое внутривизикулярное содержимое в клетке здесь на сегодняшний день есть и гипотезы и показаны различные механизмы но полного понимания такого стройного пока еще нет на сегодняшний день понятно спасибо большое здравствуйте большое спасибо за доклад меня зовут сабина я хотела бы задать вам следующие вопросы правильно ли я поняла что у нас есть несколько вариантов при работе со средой с которым мы хотим последствия визику выделить либо мы используем среду без добавления сыворотки либо но для того чтобы избежать из-за грязи последующего загрязнения белками которые в ней содержались либо мы можем все-таки использовать сыворотку но манипуляциями какими-то очистить ее от белков и соответственно очистить от белков физику я правильно вас да вы правильно понимаете есть культуральные среды которые содержат сантичить синтетические факторы которые могут поддерживать у роста клеток без добавления сыворотки они обычно запатентованы есть например среды для культивирования мезонахимальных астрономальных клеток с помощью целиком синтетическими компонентами куда не нужно вносить фитальную бычью сыворот эти среды дорогие на них не всегда все-таки клетки хорошо эффективно растут поэтому достаточно часто используется фитальная обычая сыворотка который содержит свои внеклеточные визикулы но их можно применять те же методы которые применяются для выделения к не клеточных визикул осадить например с помощью ультра центрифугирования или есть коммерческие варианты сред где уже это сделано защищен вместо пользователя так называют деплитит экзусомал визикался культурально фитальные среды поэтому можно использовать различные подходы но обычно специализированные сыворотки достаточно дорогие они три-четыре раза стоит дороже чем обычные базовые сыворотки ну то есть получается оптимальный вариант по соотношению как бы качество жизни культуры и качество уделяем физику это все-таки с фбс но очищенный здесь нельзя дать однозначный ответ потому что когда мы вносим во-первых скажем так когда мы используем с культуральной среды с каким-то с антритическими добавками они могут по-своему влиять на культе на культуру клеток когда мы используем фитальные сыворотки они могут влиять по-другому если клетки растут на одной и на другой среде это еще не значит что внутри них идут одинаковые физиологические процессы поскольку например бычья сыворотка может содержать еще десятки биологически активных веществ которые могут влиять на клеточную культуру поэтому здесь зависит от тонкости эксперимента если говорить из только из экономических соображений то культ использование фитальной бычьей сыворотки и осаждение самостоятельно визику это самый дешевый вариант вариант использования коммерческих сред которые не нужно использовать фитальную бычью сыворотку они несколько раз дороже спасибо большое и еще один вопрос хотел задать касательно условий хранения визику вот есть у нас образец кондиционированной среды как в каких условиях вас следует хранить если допустим нет возможности в этот же день произвести измерение какие вот есть ограничения на срок годности образца здесь я вам однозначно не скажу потому что имеется многое на этот счет исследований которые иногда противоречат друг другу но мы поддерживаемся от того понимания что несколько суток на плюс 4 но мы обычно не используем больше чем 24 часа можно хранить на плюс 4 дальше нужно кондиционерную среду если вы не можете выделить замораживать и оттаивать ее аккуратно на льду на льду чтобы не происходило разрушение внеклеточных визику а вот есть какие-то наверное есть ну что вы знаете по поводу того как влиять заморозка на качество визику на их деструкцию здесь можно если кратко отвечать то концентрация внеклеточных визику снижается они агрегируют или разрушается скорее всего они разрушаются и будут наверно разрушаться более крупные внеклеточные визику например как микро визику и экзосомы скорее все будут оставаться сохранны я могу порекомендовать статью где с автор и евтубшенко евгений геннадьевич они подробно изучали этот вопрос потому что здесь не только вопрос температурного режима здесь еще есть вопрос пластика их адсорбирование на поверхность пробирок нужно использовать специальной пробирки с низкой адсорбцией то есть тут очень много подводных камней которые я оставил за рамками доклада большое спасибо здрасьте а возможно ли искусственно создать визику ну допустим мембрану и полностью искусственным да это не по сумму то есть выделить либо но по сути да смотря чем вы их нагрузите не трудно где-то те же самые внеклеточные визику спасибо